что Давид замотивировал тебя парни они пришли заниматься таком же возрасте как и ты стараться надо да там Егор вообще Артем да прощай со всеми парни попрощайтесь да с Артем еще раз все с днем Артемий братан ура что давай так же Денис на вторую минуту их закидывай или что они просто занимаются лучше бы вы засняли как я делала так заснимем давай сделайте еще один раунд парни тихо что такое это прикол тихо 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 кто готов ко второму раунду давайте между собой посостязайтесь кто из вас провисит больше ладно хорошо давай а я покажу выступление не смысл давайте поймем парни готовы тимур успокойся слезай Время! Братан, всем здравия! Здравия! День на ремонте! Второй раз, у вас будет еще одна пакульта! Только пожалуйста, не плачь! Все это уже любят! Мы купили хотя бы несколько человек! Хотя бы несколько тысяч! Я же скажу, всем подарю! Я сказал, как же одна моя сказала! Повесите больше меня, подарю всем! Я здесь ловите по поводу! Лев, ты сделаешь это? Ну хотя бы два человека, чтобы провисели! Хотя бы два человека, чтобы провисели! С картошкой! Это вы слезаете, пришли с собой! С собой! Тимур, коров! Все, парни, иди сюда! Парни, подходит! Подходит! Миша, готов? Зависай, готов! Там? Надо здесь, чтобы мы были все на моих глазах! Ярослав, слезай! Чтобы мешать! Ты должен быть здесь, на моих глазах! И на глазах здесь ловим! Пшш! Пацаны! Я не буду участвовать! Да вы убейтесь, я тебе магнезию брать! Алеша! Слушай, все, хорош, хорош, хорош! А ничего, твою магнезию? Все, все, все! Давай, заворачивай! Банки убирай! Да вы бейте сейчас! Нет, смотри! Просто кто-то нечестно! Без магнезии это нечестно! Вернее, например, кто-то руки укрепляет с помощью магнезии! Заворачивай! Куда ты пошел? Он про зомбаску! И во втором раунде? Пацаны, не бейте! Все, убирай! Готовы? Да! Да! Нет! Да! Все, готовы? Сейчас как мы делаем задачи, смотрите! Нужно два человека! Сейчас запрыгиваем! И вообще-то по идее, что машанец все хотелось бы! Ну хотя бы два! Мы запрыгиваем и руки делаем в замок! В замок? В замок? В замок? Да! В замок? Ну это легче! Конечно легче! Магнезии по этому объясненько! Здесь вниз он будет перебороть боль! Перебороть боль! Ну боль, вы пошли! Готовы? Да нет! Ну что ты делаешь? Готовы? Что ты делаешь? Ярослав! Зачем ты меня за роман? Взять! Поставил сюда! Гори, Тимур! Не ругайся! Зачем ты меня за роман? А он тебя зачем нужен? Я бы пришли! Не на это не можешь! Вот смотри! Ты подходишь сюда, ножку ставишь сюда, закидываешь ручку, Затягнуешься! А-а-а! Готовы? Да! Там тоже готовы? Да! Поехали! Раз, два, три! Раз, три, четыре! Раз! Чего? Они доставили! Засыпаем заставку! Давай-давай-давай-давай! Никуда больше не ползи! Замок в руки! На локоток, перекладинку локотком надо было взять! На локоток надо было закинуть на перекладину, замок сделать и все! Все! Не могу, значит, либо в упор лежишь, ждешь остальных, либо запрыгиваешь заново! Кукраш! Молодец! Ну что падаете? Упали! Ну… Ну что падаете? Ну что падаете! Я же тебя расслежал забывал! Уже все упали? Не все! Терпим! Терпим, терпим! Далдушек парots! Замок в руки им нужно тоином! А ребятами в лава. Всё, умер. Как боже. Сопли потекли. Ты куда пошёл? Ты думаешь, к этому калюшу? Слушай, ты там это... Звуки такие, как будто ты к нам пришёл из клуба рваных ладоней. А можно попить? Попить? Попить, терпи. А смотри, все висят, ты будешь пить, смотреть. Конечно, терпи. Мне кажется, надо как минимум бакана успокоиться. Ага, полезно. Красавец. Минута 49 секунд. Маленько. Сколько? 50. Сейчас будет 2 минуты. Комарик. Комарик-комарик. Ну 5-3, да? 2 минуты. Опять мы остались с тобой. Опять ты не смог занотивировать остальных. Вот и всё. Вот это показатель. Время ещё уйдёт, да? Молодец, 2 минуты хорошие показатели готовы. Нет, повиси, повиси, конечно. Забить, не надо. Вот парни, тихо-тихо-тихо. Пусть повисит, он проверит, конечно. Сам для себя проверит всё правильно. А вам парни, пока он висит упор лёжа, примите, пожалуйста. А ты виси подольше. А ты виси, чтобы они попыхтели. Не-не-не, упор лёжа. Упор лёжа, ребят. Это не упор в турнике. Пошли, пошли, пошли. Пошли, Давид, потому. Ну, у тебя брат-то висит. Тимур, Тимур, хорош, зачем, не надо. Тимур, он молодец, он за вас вытягивает. Молодец. Пойдём, пошли. А можно я на турнику? Зачем, упор лёжа, давайте. Да, можно хотя бы. Да, конечно можно, ты на турничке повисел и и сдался. Теперь не сдался. Я потягиваюсь, как он. Отжиматься пока не надо. Просто в упоре лёжа надо постоять, конечно. Я теперь не буду сдаваться. Всё правильно. Ты хочешь ещё раз попробовать? Ну давай ещё раз попробовать. Остальные стоят в упоре лёжа. Девчонки на коленках, да? А это слабачки, что ли, э? Слабачки, что ли? Нет. Девчонки стоят на коленках. Уж очень детское можно сделать. Уж очень детское. Мы не слабаки, мы мужики. Мужчины, красавчики, терпим. Мужчины, красавчики, терпим. Молодец, пусть висит. Три минуты. Три минуты. Три минуты. Барабан, барабан. Там-бам-там-там-там. Так, ну только упор лёжа, давай встаём. Чётко встаём, как положено. Упор. Ээээ, опусти. Я не знаю, что я Денис сказал. Опусти, опусти. Я их всех попросил сегодня с родителями поговорить. Надо нам всем организовать встречи с родителями и сказать, если кто не готов их детей к занятиям, лучше пусть не приходит. Я им сказал, что это не наша работа, что деньги мы здесь не зарабатываем, деньги не интересуют. Если кто-то думает, мы будем себя вести как хотим, мы же бабки платим. Такого не будет, парни. Ладно, пожалею вас. Ты себя пожалей, братюнь. Чё вы меня с ушами? Покажи. Всё, закончили? Сколько минут? Три минуты, да? Три с половиной минуты? Я вообще ничего не делаю. Молодчик, красавчик. Ну, потерпел, потерпел, молодец. Ладно, поехали на элементе. Ура! Мата, растилайте. Мата, растилайте. Спас, правильный силы. А занятия не смогли. Парни, две минуты остается. У вас две минуты осталось? Ну, давай десяточек дадим. За хорошее поведение. У каждого. Постань в чём, мата. Постань в чём, мата. Если хорошее поведение, у вас будет десять минуточек. Денис Владимирович вам время показал. И заметьте, вы сегодня час провели в наседательных... Они сегодня час. Отжимались, приседали, обманывали. Обманывали, потом опять отжимали, приседали. Отжимались, приседали, да, да. Не понимали. Аж плакали. Тимурик, давай красивые связки делаем. Всё, Руслан, связки красивые делаем. Сейчас, слушайте по занятиям. Два. А, Ярослав. Одиннадцать. Перекрутим немножко, Марк. Я перекрутил. О, да. Лука, у тебя занятия кончились? Марк, у тебя занятия кончились? По списку, по списку. Их нету просто занятий больше. Поэтому я сегодня и сказал, не то чтобы я плохой. Я сегодня сказал, может быть, ваши родители не захотят, чтобы вы больше ходили. Поэтому, парни, поведение свое ваше показывает... Сейчас, секундочку, подожди, пожалуйста. Поведение показывает, что реально вам это не интересно. Ну, вот так. Поэтому разговаривать с родителями, если вам трудно, если вы не можете сдержаться с чувством обмана, с желанием обмана, то, пожалуйста, тогда лучше учитесь хорошо или ходите в другие какие-то секции, тренировки. Братан, ну ты пойми, ну честность украшает мужчину. Я не хочу, чтобы вы себя разрушали. Святочки элементы делайте, пожалуйста. У тебя силы хватит, что поделать? Нет, можем. Ну, хорош. Перетерпи, перетерпи. Я только... Я хочу, чтобы... Зацепь, но у меня не получится. Может быть, сейчас даже лучше получится, чем до этого было. Я просто Елико позвонил, сказал. Он говорит, все, будем разбираться. Давид, Давид, три занятия. Сегодня еще два. Ну, как три яблока, помнишь, пример? Нет, у меня сегодня уже идет... Вот смотри. Иди сюда. Вот кто на занятии, было у тебя четыре занятия, да? Темников, Давид Ильикович, это же ты? Да. Было четыре занятия. Было четыре яблока. Ты кто занятий позанимался, одно занятие прозанимался, ты как бы яблоко скушал одно. Сейчас ты занятий позанимаешь, у меня два останется. Сейчас осталось... Я записываю всегда три, вот по месту прихода, три занятия. Ты одно позанимаешься, яблочко слушаешь, останется у тебя два занятия. То есть, ну, по факту, да? Вот прям пришел, прозанимался, молодец. Все, пожалуйста, свяжки красивые поделайте. Друг другу помогите, замотивируйте. Матики ровника, матики ровника. Миша, а ты что так долго пропускал? А я болел. Выздоровел? Ну, да. А когда ты последний раз был, давно? Можно в свободном режиме? Да, в свободном режиме можно. В свободном режиме. Ты Санкт-Петон. У тебя занятий помнишь сколько Миша осталось? Какте я? Ну, вот я сейчас вижу, что у тебя осталось четыре занятия. Может быть больше, или может быть… Э-э-э-э-э-э-э-э! Бремном аккуратно. Ты его сюда хочешь привезти? Не поднимай вот там возле стекла! Молодец, молодец. Аккуратно! Денис, а то, что ты записывал, ты где линейку проставил, я просто не вижу. Температура? А, нет, не ставил. А за какое число надо понять? За какое? Давай просчитаем поставить. А, ставил, ставил, да, 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 сейчас подожди, сентябрь, да, это 10-е еще идет, значит оно будет вот здесь вот, вот, да, проставлял, да, вот смотри, 30-е, 09-е, сентября, все, дальше идет октябрь, все, лады, это я уже, да, там в лозенке, в зенке пялись. Да? Побороться? Если покрышку вот эту вот, которую маленькую покрышку, сможете отсюда отнести, но спинку прямо, спинку прямо. Два раза топорик наизнанку, зацеп. Сегодня? Сейчас? Да. Ну-ка давай покажи еще раз. У тебя телефон с собой, сними на телефон, как ты делаешь, покажи родителям. Аккуратно, аккуратно. Ну, извернулись, ладно, молодцы, засмекалку, молодцы. А куда ее убрать? На край зеленого-желтого стыка. Да. Сергей Геннадьевич, как вытащить? Тебя пусть видео поснимает, Давид, поснимай, как брат выкрутасы выкручивает. Давайте помогу. А вы сделаете видео со мной? Давай, что надо сделать? Давай. Молодец, но в тот раз ты круче сделал. А я буду делать с этим. Телефон у тебя есть? Есть, но там ничего не передают. Сергей Геннадьевич, так нормально? Так нормально хотя бы. Чуть-чуть подальше, на стык. А вы можете что-то своего снять? Сейчас, секунду, Ярослав, хорошо, да, за это запечатлею. Ты, вот, это лучше, надо зацепиться. А тебе задача спросить, у кого парней телефон могут поснимать, и чтобы они тебя поснимали. Миша, у тебя телефон снимает на видео? Ясно. Ясно. Сейчас, Ярослав, прям погоди секундочку. О, а что он тебя учитывает? Сделал. Где твой телефон? Дай поснимать Ярославу видео, а потом поснимай, что он будет делать. Дай Ярославу снять видео про тебя. Зачем? Ты покажешь родным, как ты делаешь. Ты что, похвалиться не хочешь, что ли? Это не опасное, это я разрешил, это не опасное. Это ты маты, только постели, чтобы четко было. А может быть, пошли, и я сделаю. Не, валяться, так надо. Вы схватились. Не валяться, да. А можно после того, как я это сделаю, а схватить на канал? Да, 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 да. Вы видите, как я чистый сейчас ем? Да. Давай поснимаем. Ярослав, не балуй. Ярослав, Ярослав, сюда бревнышко, сюда бревнышко отнеси. Парни, с борьбой, если вы делаете. Денис Владимирович, он знает, о чем говорит. Всегда рад. Чтобы не было просто у вас обнимашек на полу. Элементики, приемчики, красоту. Так, удышающие не делаем, глаза не выкалываем. Пойдем, пойдем сюда. Пойдем сюда. Лука, Лука, пойдем сюда. Я понимаю, я понимаю. Лука, пойдем сюда. Бедром, ведром ударился. Пойдем сюда. Ярослав, отодвинься от них. Отодвинься. Ножку поставь спокойнее. Ставь, ставь на пол. Ты что, не знаешь, что отвечаешь? Тимур, ты же слышал, что сказали. Душающие не делают. Ты не делаешь, я не ходу, как я отвечаю. Я думала, он постучит. А зачем, если он не понимает, что происходит? А это опять про что, Миша? Это про то, что вы беретесь за какие-то вещи делать, но вы не понимаете, что происходит. Весы. Весы, погоди. Миша, иди тоже сюда. Кто, Тимур, ты хотел там с Русланчиком? С Давидом. Пойдем, пойдем, вещи сюда. Пойдем, два раненых. Пойдем. 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 Успокойся. Все, тихо. Стоп, спокойно. Потому что больно. Первое, Мишан, стоп, на меня посмотри. Успокойся. Осанку сделай. Терпи. Все, руку убирай туда. Убирай, убирай. Все, осанку сделай. Осанку делай. Да, терпи. Спокойно. Тихо, да, терпи, терпи, терпи. У меня тоже до этого все болело. Вот тут. Спокойно. Мишан, еще раз, это всем подсказка, да, то, что происходит. Вот он ногу кукнул, ты решил... Еще шея болела, вот тут. Все поправится. На эмоциях как бы решил попробовать побороться. Надо понимать, что происходит. Осанку, осанку, слезы убери, руку убери, все, руку убери. Осанку, что он тебе сделал, теперь рассказывай. Осанку, руку убери. Так, конечно, хрустнуло, да. А зачем ты бороться начал? А у вас воды нет, с малком. Где? Я все выберу. А, теперь, погоди, Миша, объясни, с бетоном дайди, пожалуйста. Миша, теперь объясни, зачем ты решил побороться, вот просто ради интереса. Это так же, как тебя на гараж подбили, да, пойти? Братан, это урок, это урок. Надо понимать, что происходит. У меня вопрос. А вы часто заходите в инстаграм? Вообще, я там не захожу, это запрещенное, убери бревно. А что я взял? Они поборолись с Тимуром, и он не хватит. Все, успокойся, успокойся, успокойся. Да, успокойся, Миша, это тебе на будущее, братан. Успокойся, все, все, слезы убери. Осанку прямо, ручки в бок и поставь, все, как мужчина. Да, надо, надо, секунду, секунду. А если он настоящий? Нет. Просто ты должен, как мужчина, принять, что происходит. Ярослав, еще раз, бревно убери, вот поверни его туда. Сделал ослабь. Да, да, надо как мужчину, что менять. Ты, ты выбрал, ты решил побороться. Вот теперь, грамотную причину, объясни мне, зачем ты это сделал. Давайте ему объясним. Тебя уговорили? Нет? А как ты, сам захотел, не знаю, что... Тихо! Ярослав, я тебе сказал, не возле стекла, аккуратнее. Пожалуйста, ты чуть стекло не ударил, аккуратнее. Положил, все, положил на пол. Положил. Как, по приколу еще? Нормально? Нет, поплакал уже, по приколу уже. Ходишь, руку переворачиваешь, вытаскиваешь руку. Все. А, допустим, если я сделаю... Все, тихо, 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 встаем. Папа? Папа? Твою мать. Папа, тихо, тихо, не ругаемся. Папа, заходи. Да, что ты не хочешь? Ладно, ну, бежу бы я в треугольнике. Допустим. Шею, шею. Шею не трогай, ни ногами, ни руками. Ноги убери шею, ноги убери, ноги убери, ноги убери шею. Ну и что? Прикол, как мы будем делать? Ты будешь так еще по приколу делать? Мы же здесь гимнастикой занимаемся. Не бей, не бей, не надо. Осанку сделай. И знаешь еще какой момент? Ты плохо размялся. Это показатель. Плохо размялся. Если бы размялся хорошо, было бы более... Не было бы ощущения вот этого хруста, переживания. Все, успокойся, дай петель. Успокойся, все хорошо. Давайте два ранних. Руки поздните, квадранные. Дай купить. На. На. Да не надо. Вот смотри, пожалуйста. У тебя и ловкость, и внимательность развивается, она несколько человек играет. Да? Оп. И нет, у вас дают уровень, по крайней мере, вы дармируете себя. И это больно, что такое много народу, понимаете? Не, это не больно. Смотри, два пальца всего лишь на раз. Это два пальца, я вам у тебя посты. Не, задача нет, прям, ткнусь так же другом. Нет, посты. Задача одного, отразить все атаки. Задача другого, пройти через эти все атаки, понимаешь? Вот и все. Все, когда делаешь, считаешь, что так можно делать, а так на самом деле не делаешь. Все, парни, отдыхаем, остываем, водичку выпиваем. Братья, вопрос другое. Когда мы не делаем, то надо так, что надо пускать вопросом, то надо еще не делать. Я сейчас смотрю, я сейчас к примеру из ваших матчей рассказываю, чтобы они... Оценок делали, внимание. Все четко. Еще все четко, действительно, хромает, он венагирует. Я хочу свою штуку. Начинаю разговаривать. Вы не добивайся, вот это. Про честность, про честность, про характер, про честность. Сдав его отжиманиями, это сдав его, как все выкроет, начинает обижаться. Начинает сопли, распределяет, начинает переживать. Я все еще раз повторю. Пришли два отца пока, есть нам всем доведут. Если у кого нету желания, если ты у меня, лучше пусть они умысливают, чтобы сидят дома пока передам. Если желания есть, надо четко делать, парни, поблажек никому не будет. Поблажек никому не будет. Не важно, два я вот тебя знаю, один, один, два, один, два, два, один, с кого-то я жил, два, поблажек не будет. Так вам ко всем вас уже знакомо, по-братски? Тимур, другой бойец пришел? Нет, он нам. А кто там? Ой, ну давай, поднимай его сюда. Конечно. Нет, мам, как сейчас? Да, я! Скажи, пап, сейчас вы встаете, хочет поговорить? Да-да-да, надо обязательно все проговорить, сто процентов. Руслан, сбор. Миша, где бойцов? Миша, Миша, отойди. Миша, Миша. Все хорошо. Делают, делают, когда им интересно, что это делать. Как и дети, да, все. Начинают, когда какое-то баловство, какое-то у кого-то, у одного. Все это прямо распространяется. Такие как ааа, объясняем, поймите, что родные такие средства платят, что время тратится. Все понимаем, все понимаем, опять начинается момент. Блин, где такие еще хочу? Без кача? Да. А как дротят. Ну-ка, я посмотрю. Я могу без кача. На большом. Алмаз. Здравствуйте, это воспитатель клуба Адусилового Артельсии. Я Сергей Геннадьевич. Может, и минутку поднимешься? Все, все, в воду. Как батя с батей. Пацаны, абсолютно без качи. Парни, маты выстилаем, квадратики стелим. Маты, маты, маты. Марк, стоп. Последний. Нет, стоп, стоп. Братан, ты сегодня последний уже надел. Сейчас, погоди, предстоит разговор. Давай. Сейчас все сюда соберитесь еще. Рустан, где твоя родительница? Дома. А как ты пойдешь? Что-то я снимаю тебе весь. А вот теперь, пожалуйста, вот теперь, парни, вот, пожалуйста, скажите, что вы сегодня делали. Ты, по-совершенству, ты можешь начать сублимировать, подытожить. Два батя стоят. Вот, давай. Как бы, выжимку, выжимку из того, что вы сегодня сделали. Я сегодня, знаете, что сделал? Вот, для мужчин. Алмаз. Приветствую. Сегодня, пока... Мне пришлось сегодня, парни, мужчины, мне сегодня пришлось сделать вот так. Чтобы успокоить. Не слышали. Не слышали совершенно. Баловство. Физически все хорошо. Баловство. Вот. Я представляю, как они в школе себя ведут. То есть неуважения совершенно друг к другу нет. Парни, пожалуйста, внимание. Даю. Спокойно. Слезь, пожалуйста. Я вообще не люблю повышать голос. Ну, парни, так же нельзя. Неужели надо было того, чтобы собрать... Сегодня у мальчика день рождения. Он пришел с пирогом поздравить. День рождения, да? Они начинают хак, фук, фук, шук, жарганизм и всякие вот это включают такое. Каждому из вас можно спросить, зачем вы так делаете? Неужели кому-то хочется, чтобы к вам так относились? Неужели вы хотите, что... А почему вы позволяете к другим так относиться? Даже мы не рассматриваем... Я говорю, были бы... Вот, старшие... Заметьте, да, у старших является дисциплина по-другому. Особенно и кому ближе в 17 лет. Потому что у нас с ними разговор другой. Там и спрос по-другому. Я сейчас уже объяснял. Марк, да, за обман. Когда люди говорят, слово дают, когда отвечают. Там, ответить можно на совесть, на честь, на здоровье, на неприкосновенность личную. Вам надо понимать, что будет в жизни происходить. Если вы сейчас привыкли разбрасываться словами, обманывать друг друга, то, возможно, вы как минимум заставите своих родителей, отцов своих стыдиться. Это совесть. Вы понимаете, совесть будет. Если кто-то приедет и скажет, там, твой сын или твоя дочь какие-то негодяйства совершают. Или, не дай бог, морально опустились. А вранье – это отсутствие чести, это отсутствие силы. Это приведет к тому, что пойдет моральный упадок. Я вас прошу, пожалуйста, парень, вот батя, где Роман? Ты не можешь позвонить, тебя ждет где-то, если что? Телефон у тебя сел, попробуй дозвон ему сделать. Парень, у вас сегодня у всех предстоит разговор. Вам надо будет… Я сейчас еще раз говорю, я очень не люблю повышать голос. Но были в моем случае, когда реально я за трещины давал и детворам, и старикам, и теткам за то, что там страшные вещи делали. Дети, я бил садистов детей, кто издевается над животными, приходилось так накидывать, и потом с папками, и папкам приходилось накидывать, потому что воспитали садистов. Но я не говорю, что это вы, вы обманываете, вы обманываете друг друга и сами себя. Я единственное прошу, от маленького вранья до большого вранья, это шажок, и все. И вы можете не заметить, как это произошло. И это двойная жизнь, когда вам хочется дома быть хорошими, а в школе вы ведете себя как хотите, а на улице ведете как хотите, вы не сможете эту двойную жизнь сохранить. Так или иначе, вы себя покажете, и скорее всего, исходя из ситуации во всем мире, и сейчас ситуации тяжелой экономической ситуации, и ситуации всеми, которые происходят, скорее всего, вам скажут, сиди как родной дома. Вот учеба и дом. И не будет ни гуляний, не будет там ни дэнди, ничего, компьютеров или еще чего-то. Понимаете, вот так будет. А я хочу, чтобы вы развивались. И ваши отцы хотят, чтобы вы развивались. И реально хотят. И видят надегу, видят ваши успехи здесь. Все мы прекрасно это видим. Мы взрослые люди, это все видно. Но неужели такая маленькая вещь, как честность? Хотя бы перед самими собой, хотя бы перед отцами. Вы представляете, какую надежду на вас испытывают, возлагают? Вы это не цените, это стыдно. Мы здесь все, вот мы четыре-пять взрослых мужчин, мы все семейные. Нас пятеро посчитали, взрослых мужчин, взрослых. Мы все семейные. И мы реально знаем, как содержать семью. Каждая копеечка считается, покушать надо. И реально это все просчитывается. А вы, получается, в воздух пропукиваете. Все стыдобище, парни. Реально стыдобище. Каждый сегодня из батик с вами поговорит, просто вы расскажете. Я поставил парням такое условие. Если они не могут заниматься, лучше пусть делать... Роман, заходи, проходи. Лучше пусть делать дома дела. Если не могут заниматься, если не могут справиться с желанием обмануть. Потому что, как это ни грустно не было осознавать, у всех патологическое желание обманывать. Вот ненормальное желание обманывать. Либо у вас памятника в школе так это напрягает, либо где-то вы на улице этого нахватываетесь. Просто обманщики. Это плохо. Это стыдобище. Друг друга подкалывать, издевать. Вот эти вот подколы, они до издевательства маленький шажок. Опустить кого-то. Либо не дай бог самому впередся, что за эти слова потянут. Я сегодня вам почему объяснил, да? За обман могут так потянуть. И вопрутся родители, потому что вы дети. Потому что за вас отвечать будут родители. Можно где-то кому-то пообещать сказать, я такой-сякой там той сделал. А потом спрос пойдет. Это стыд и позор. Так нельзя. Мы же здесь общаемся по-братски. Я же специально не выставляю себя как учитель. Даже Денис Владимирович, будучи старшим тренером, помощником президента федерации, здесь мы не выставляем себя как тренера. Мы выставляем себя как друзья, как братья. Вы, да, внуки гонитесь. Дети гонитесь. Но мы окончитесь к вам на равных. Тогда почему вы так позволяете? Когда вам выгодно, вы как дети себя ведете. Сразу начинаете там по-детски. Вот это я не понял, я не знал. А когда вам выгодно по-другому, вы себя ведете как хитро продуманные, как какие-то негодяи. Так нельзя. Что за двойные у вас такие поведения? Ну ведите себя по-честному. Зачем друг друга унижать, оскорблять? А мало, вы что, вы с этим... Вас же когда какая-то происходила, даже вот удариться, да? Ну это неприятно. Представьте, вы душевную травму наносите. Раните друг друга душевно. Обзываниями. Зачем это надо делать? Вам кажется это смешно, но это не смешно. Так нельзя. Парни, просто по-человечески. Если вы не справляетесь, физически нормалек все. Уже физически даже нет вопросов. Но морально-нравственное, да, это на нуле. Показатели. Вообще на нуле. Подумайте, подумайте над своим поведением. Скажите своим родителям, как это. Может быть вам надо сделать какой-то перерыв. Уроки поправить там. Никто никого никогда не выгонял у нас. И такого никогда не будет, пока мы будем здесь не с вами находиться. Просто я прошу вас подумать над своим поведением. Пожалуйста. Оставьте там. А еще лучше избавьтесь от ненормального желания обманывать. Ну это ненормально. Я объяснял. Потом мои слова, пожалуйста, курсуйте параллель с родными, со взрослыми. Обмануть можно врага. Но если вы определили этих людей как врагами. Если вы сказали, это враг, все, хоть что угодно делайте друг с другом. С врагом можно. Но когда называете брат, друг, товарищ. Там так вообще некрасиво. Так не должно быть. Тимур, ты понимаешь, о чем я? Точно понимаешь? Всякие приколы из девочки, да? Точно? Мишань, ты понимаешь, как нельзя... Сейчас еще случай один скажу. Как нельзя поддаваться на разные провокации. Нельзя вестись и говорить, зачем? Я не понял, зачем? Я захотел. Марк, ты понимаешь, что нельзя других саботировать на всякую ерунду, а потом отмазываться? Вообще не надо так делать. Подставлять других... Ярослав, нельзя делать и как ты делаешь. Уйти, отстояться, отсидеться, сказать, что ты устал, а на самом деле делать тем, чем тебе нравится заниматься. Так тоже нельзя делать. Хитрый ход. И каждый это делает. Но, например, я уверен, что каждому из ваших отцов хотелось бы видеть вас сильными, ответственными, честными, справедливыми, любящими своих мам, помогающими, если у кого-то младшие братья есть или старшие. Я уверен, я сто процентов, потому что я сам батя. Вот мы все, мы все, вот как один можем сказать такую вещь. Мы наших детей хотим, чтобы они не совершили наши ошибки, чтобы они стали, может быть, чуть-чуть лучше, чем мы сами. Я точно так хочу. Вот точно. Давай. Мне дадутся бесплатные занятия. За что? За то, что я теперь висел. А вот еще раз давай, вопросы поднимем. Какие условия? Давай сейчас погоди, какие условия? Дословно, ты можешь вспомнить, что я сказал? Кто провисит дольше вас, тот получит бесплатное занятие. Хотя бы двое, кто провисит. Какой хитрец. Вот опять, у тебя вот не так, а так, да? Если все, я сказал парням, мы с Денисом Владимировичем дарим по два безоплатных занятия. Ярослав, была такая тема, да? Да. Кто вообще хоть раз был, когда мы за какие-то разные мероприятия дарили бесплатные занятия? Был, да? Помнишь еще движух такую? Да. Когда Руслан разыгрывал. Не только, вообще, мы проводим такие вещи. Условие какое было, сейчас для батьков, да, чтобы услышали. Как только вы все вместе, все провисите больше меня одного, каждому по два, от меня Денисом Владимировичем по два безоплатных занятия. А ты сейчас выворачиваешь по-другому. Понимаешь? А мне подарят занятие, вот я вот провисел, я же тебе два раза, мы даже две попытки делали. И две попытки, ты оказался лучше, чем твои сотоварищи. Но, к сожалению, не выдержали. Но все же надо было выдержать. Хотя бы два человека, я даже потом поправил, ладно всем, хотя бы два человека. И ты с Давидом говоришь, все, братан, давай пробуем. Но не справились. Не справились? И ты мне сейчас как бы вопрос задаешь. Неужели я тебе два раза, три раза объяснял? Неужели тебе не надо было четвертый раз тебе объяснить, чтобы ты это понял? Может быть, еще пятый раз объяснить? Братан, честность должна быть. Надо, если что-то происходит, надо зубы стиснуть, брать, делать. И да, это относится ко всем. Тяжело слезки, поплакать и прочее, и прочее. Согласен? Поэтому мы здесь и отдыхаем, всегда есть перерыв, и всегда пообщаться можно. Но когда вы начинаете обманывать и говорить, нереально. Вот сейчас просто взрослым мужчинам.